Торгово-промышленная палата Расскажите, пожалуйста, с какой целью вы задумали форум и, как вам кажется, удается ли воплотить все то, что вы хотели увидеть? Ну, первое, форум проходит накануне большого праздника, нашего общего праздника Дня предпринимателей. И это уже стало доброй традицией для Торгово-промышленной палаты России проводить в преддверии профессионального праздника всех предпринимателей Российской Федерации вот такого рода конференции. И еще один элемент этой традиции, что если раньше мы всегда собирали нашу членскую базу в Москве, то последние два года это происходит в российских регионах. И это не случайно, потому что действительно реальная экономическая жизнь, она происходит не в пределах Садового кольца Москвы, она идет в регион. В прошлом году такая конференция проходила на Северном Кавказе. Смысл понятен. Действительно, это особый регион, где есть большие проблемы с занятостью и где развитие малого и среднего бизнеса имеет особое значение. А вот в этом году Нижегородская ярмарка радушно распахнула свои ворота. И мы собрались на этой исторической и в то же время очень современной площадке. Здесь присутствует более 500 предпринимателей, это члены палаты из 20 регионов России. Должен сказать, что вот эта конференция, этот форум, это действительно совместный продукт ТПР и Нижегородской ТПР, за что мы им очень признательны. Они провели большую подготовительную работу, собрали интересных и докладчиков, и интересных участников, которым есть о чем рассказать. И к нашей конференции приурочен и ряд экспозиций, которые традиционно проходят, зародились они, кстати, важно подчеркнуть, именно в Нижнем Новгороде. Я имею в виду инновационную ярмарку. Это очень хорошее дело. Оно позволяет инновационным компаниям решить, пожалуй, самую существенную проблему, как хорошую идею превратить в коммерческие продукты. Тематика конференции в этом году немножко необычная. Ну, о чем больше всего говорит малый и средний бизнес? Это тарифы. Это налоги. Это подключение к электросетям. Это аренда помещений для разворачивания своего бизнеса или их выкуп. Но в этом году тема, я бы сказал так, заголовок нашей конференции – это малый и средний бизнес и предстоящее присоединение России к всемирной торговой организации. Вот в это время уже проходят многочисленные круглые столы, где рассматривают самые различные аспекты, но общей такой, я бы сказал, что является красной линией для обсуждения. Это ВТО и малый бизнес. И отрадно отметить, что уже в прозвучавших выступлениях, ну, я не беру такие установочные, когда представители министерств, ведомств рассказывают о том, что сегодня делает правительство для поддержки малого и среднего бизнеса, и каковы, собственно говоря, условия присоединения России в ВТО, в каких условиях придется работать бизнесу. Но уже и представители бизнес-сообщества делают блестящие презентации, как можно создать инновационный продукт, который, на самом деле, которому ВТО никогда не будет страшно. Потому что этот продукт изначально конкурентоспособен. А это, собственно говоря, главное условие успешной работы во всемирной торговой организации. А как вам кажется, вообще готовы ли Россия, готовы ли наши предприниматели к тому, чтобы мы вошли в ВТО и там себя хорошо ощущали? Вы знаете, ВТО это такая организация, которой, строго говоря, даже не столько организация, или не только организация, но самое главное, это группа соглашений, которым присоединяющаяся страна должна также присоединиться. Поэтому вот я настаиваю на этом термине не вступление России в ВТО, а присоединение России к ВТО. Так вот, можно сказать так, что мы уже лет пять тому назад были абсолютно готовы. И Россия, как и другие вступающие страны, и уже давно находящиеся там, никогда не будут готовы. Нет предела совершенства? Потому что что регулирует ВТО? ВТО регулирует мировую торговлю товарами и услугами. А это постоянно подвижная среда. Если хотите, это бровновское движение, так вот, что такое правило ВТО? Это попытка придать этому движению определенный порядок, чтобы никто ни с кем не сталкивался. А если эти столкновения происходят, чтобы найти какие-то процедуры, как смягчить эти удары? Вот, если кратко, что такое ВТО? И поэтому, если посмотреть, вот, исторически предвестником ВТО было генеральное соглашение по тарифам и торговле. Так называемый ГАД. Это соглашение, которое зародилось в 1947 году, ну, начало действовать чуть позднее. А, собственно говоря, вся последующая эволюция, она проходила на базе этого соглашения. Значит, с 1947 года, начиная там с 50 стран, соглашение превратилось уже в большое количество соглашений, в целую организацию международную. Участвует, если вместе с Россией, когда пройдет ратификация, значит, 156 или 157 стран. После нас еще присоединилось такое великое государство под названием Самуа. Вот, выйдем сейчас, вот, обратимся даже к участникам форума, я думаю, не все сразу его найдут на карте. Вот, ну, что сделаешь? Мы действительно очень долго вели переговоры. И, в принципе, что самое главное? Сегодня существует очень много мифов и опасений. Отчасти они оправданы. Почему? Потому что, конечно, новая среда. Вот, отчасти они явно преувеличены. Причем преувеличены они в основном потому, что уровень знакомства бизнеса с правилами и нормами ВТО пока недостаточен. И вот это большое поле деятельности для торгово-промышленной палаты России, для всей системы палаты. Потому что, конечно, эти знания мы можем нести только через наши территориальные палаты. И, кстати говоря, с гордостью могу отметить, что первая конференция в этом году, она проходила на Нижегородской земле. И мне была предоставлена такая честь, я выступал перед членами Нижегородской палаты. И рассказывал, собственно говоря, что нас ожидает ВТО. Поэтому это вопрос, скорее, из области философской. Готовы или нет? Готовы давно. Не хочешь, придется. Да, а придется работать по этим правилам. Это как с дорожным движением. Нравится нам правило дорожного движения или нет? Знаем мы их или нет? А соблюдать мы их обязаны. Кстати, вот о правилах дорожного движения много говорили о том, что для предпринимателей сделают так называемую дорожную карту. Как вести бизнес в условиях ВТО? Сделали карту? Дорожная карта – это замечательная вещь. Она произошла из дипломатического языка. Как правило, конфликты для того, чтобы разрешить. И противоборствующие стороны никак не могут договориться. Вот составляется своего рода дорожная карта, в которой расписывается, что надо сделать и когда на это нужно сделать. И главное, видна конечная цель. Вот на сегодняшний день, благодаря агентству стратегических инициатив, разработано и правительство одобрило четыре дорожные карты. Нам представляется, что для российского предпринимательства они освещают самые важные и ключевые вопросы. Первая дорожная карта посвящена очень больной теме. Мы знаем, что такое подключение к энергосетям. Попробуй развивать самый малый бизнес. Если у тебя нет розетки, куда ты можешь воткнуть и начать, собственно говоря, производственный процесс. Она посвящена целиком вопросам доступности электроэнергии для развития предпринимательства. Не могу не сказать о значимости и второй дорожной карты. Она посвящена строительству. Тоже очень больная тема. Мы знаем, что и процедуры, связанные с получением разрешений, они невероятны. Ни в одной стране мира такого нет, когда такое количество разрешений необходимо получить. И когда, собственно говоря, сама подготовка проекта и строительство любого здания или сооружения занимает меньше времени, чем процедуры получения различных согласований. Третья дорожная карта – это то, что близко моему сердцу. Поддержка экспорта. Вы знаете, экспортный потенциал у России, если посмотреть на то, что мы можем экспортировать, что действительно могло бы пользоваться спросом на мировом рынке, и посмотреть на статистику внешней торговли, что мы реально экспортируем, это, как говорится, абсолютно в разных плоскостях находящиеся два процесса, не совпадающие. И вот дорожная карта, посвященная поддержке экспорта, на многие вопросы отвечает. И, наконец, четвертая, где по-настоящему и экспортеры, и импортеры, и потребители могут вздохнуть с облегчением, потому что она посвящена целиком и полностью упрощению таможенных процедур. Наверное, реализация последней дорожной карты будет самым сложным делом. Вы знаете, что с лета прошлого года у нас уже в полном формате заработал таможенный союз трех государств – Россия, Белоруссия и Казахстана, а с 1 января мы живем в условиях единого экономического пространства. И теперь, когда мы говорим о четвертой дорожной карте, ее реализацию мы должны сопрягать с усилиями наших партнеров по таможенному союзу. Вот, я думаю, реализация этих четырех дорожных карт – это то, что сегодня для бизнеса самое необходимое. Эти четыре темы проходили, звучали очень основательно в предвыборной программе и в статьях, опубликованных в ходе предвыборной кампании нашего президента Владимира Владимировича Путина. И вот сейчас уже правительству даны абсолютно конкретные поручения с прописанными сроками реализации. Бизнес готов включиться. И что важно, собственно говоря, формулировали эти четыре дорожные карты представители бизнеса, в том числе и Торгово-промышленная палата России. Ну вот много говорят о том, что государство должно помочь бизнесу вот здесь, в условиях присоединения к ВТО. Государство делает, выполняет эту функцию или могло бы поднапрячься и сделать что-то еще? У бизнеса сегодня другая точка зрения. Вы нам не мешаете. Все остальные проблемы мы решим сами. Ну а если говорить серьезно, с точки зрения ВТО, это действительно шанс и для бизнеса, и для правительства показать, что мы партнеры. Потому что раз мы уж идем в эту организацию, то мы реализуем заявленные цели и вообще смысл вхождения в ВТО. Только в том и заключается, если те наши, вот у нас ругательное слово чиновник, да, а вообще это очень важная профессия, особенно в рыночной экономике. И вот если наши представители правительства, работающие в Женеве, в секретариате ВТО, работающие в Минэкономразвитии, будут опираться на четкие сигналы бизнеса, что мешает бизнесу на зарубежных рынках. Какие препятствия есть по продвижению нашей продукции на внешние рынки. А что нужно улучшить в нашей бизнес-среде. Вот в этом, собственно говоря, смысл всей дальнейшей работы, партнерства. Ну, вы знаете, калька с английского, public private partnership, да, государственное частное партнерство. Обратите внимание, в русском языке оно приобрело несколько другие акценты. Частное государственное партнерство. Вот частный бизнес, предприниматели должны научиться работать с правительством. И действительно говорить, что нужно улучшить. Где еще законодательная база, правоприменительная практика не соответствует современным реалиям. И, конечно, открывается очень большое поле деятельности для таких структур, как торгово-промышленные палаты, как Российский союз промышленников и предпринимателей, деловая Россия, опор Россия. Потому что это вот те каналы связи, которые и должны быть между бизнесом и властью. Но не хочу обидеть своих коллег из РСПП «Деловой России» и «Опор Россия». Что касается связи бизнеса и власти, мы ближе всего. От торгово-промышленной палаты России, которая находится на улице Ильинка, до Красной площади всего 300 метров. Ну и кроме того, это действительно открытая площадка, куда люди приходят и обсуждают. Абсолютно открытая площадка. Это действительно так. Ну и последний вопрос, завершение. Что вы хотите получить в итоге? Вот целый день люди будут работать, обсуждать самые разные темы. Что вы надеетесь получить в итоге? Во-первых, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что будущее российской экономики, главная опора – это малый и средний бизнес. Пока у нас доля в валовом внутреннем продукте, создаваемая этим сегментом экономики, не будет достигать хотя бы половины, мы не сможем модернизировать нашу экономику. Мы не можем встать на путь инновационного развития. И, собственно говоря, инновации-то они и рождаются в малом бизнесе. Это первая, конечно, сверхзадача. И вторая сверхзадача, поскольку эта конференция носит такой специфический характер, чтобы все слои бизнеса, и особенно малый и средний бизнес, четко понимал, ну вот, бывает землетрясение, бывают наводнения, бороться с ними бесполезно. Так и с ВТО. Не надо бороться, но нужно готовиться. Нужно знать, что это такое, нужно четко понимать, чего можно добиться благодаря ВТО, и какие возникают новые угрозы и вызовы. А главное из них – это усиление конкуренции. Хорошо это или плохо, мы понимаем, что конкуренция – это основной двигатель движения вперед. И так развиваются все страны мира. Это первое. А второе, в конце концов, даже когда мы занимаемся с вами производством и создаем материальные ценности, мы же работаем в интересах потребителя. Он главный участник рынка. И чем выше будет эта степень конкуренции, тем лучше будет для потребителя. В том числе и для нас с вами. Мы же потребители тоже. А мы тоже в конечном счете потребители. Ну что ж, сегодня мы будем весь день говорить о том, как же малому и среднему бизнесу лучше и безболезней присоединиться к Всемирной торговой организации. У нас будут новые гости. А сейчас мы прощаемся с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Георгием Георгиевичем Петровым. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за ваши очень интересные вопросы. А вам за ответы. Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!